Более года назад коронавирус стал внезапным и необъяснимым мировым недугом. Однако сейчас врачи выявили слабые стороны заболевания и разработали методы лечения. Но вирус оставляет свои следы и после выздоровления. Поэтому врачи говорят о необходимости реабилитации для пациентов, перенесших COVID-19. Ведь многие жалуются на слабость, быструю утомляемость, а кто-то рассказывает, что тяжело вернуться к привычному образу жизни. Мы решили обратиться к тверским специалистам, которые дали свои рекомендации. COVID-19 у всех протекает по-разному. Кто-то переболел в легкой или скрытой бессимптомной форме. У других возникает средняя или тяжелая степень заболевания. Наиболее опасным осложнением после коронавируса врачи называют фиброз. Замещение нормальной легочной ткани соединительной. В легком, по сути, возникают рубцы. В целом наиболее грозным осложнением, к счастью, у небольшого процента пациентов, это фиброз. Вот наиболее позднее осложнение. Вот чтобы этого не случилось, это как раз те препараты, которые мы будем рекомендовать при выписке антикоагулянты. Однако реабилитация после коронавируса необходима каждому переболевшему. Вне зависимости от степени тяжести заболевания, говорят врачи. И восстановление должно проводиться в комплексе. Пациенты, когда мы выписываем, все пациенты с средне-тяжелым, тем более, поражением легких, они на амбулаторный этап уходят с рекомендацией продолжить как раз прием антикоагулянтов. Пациенту вот такую памятку мы даем, касающуюся режима сна, питания, прогулок, физических нагрузок. При коронавирусе повреждается кислородно-транспортная система организма, что приводит к длительной гипоксии. В конечном итоге страдают все функции. Пациентам, перенесшим новую коронавирусную инфекцию, требуется довольно длительная реабилитация, которая основана на выполнении лечебной гимнастики, в которую входят в первую очередь это общеукрепляющее упражнение и дыхательная гимнастика. Упражнения необходимо делать под контролем лечащего врача, либо под контролем телемедицины в течение первых несколько дней. Потом можно самостоятельно эти упражнения делать в домашних условиях. У дыхательной гимнастики имеются свои особенности. Врачи рекомендуют выполнять упражнения, направленные на восстановление дыхательной мускулатуры, развитие мышц, которые отвечают за вдох и выдох. Выполняется из положения лёжа на спине, руки кладутся на нижние ребра, делается глубокий медленный вдох, руки выступают как сопротивление. При выдохе руки немножко сдавливают рёбра. То же самое делаем пять упражнений. При этом важно, выполняя упражнения, контролировать своё самочувствие. Если во время упражнений возникает головокружение, необходимо остановиться и сделать перерыв. Кроме лёгочной реабилитации, всем переболевшим необходимо ходить, а также совершать прогулки на свежем воздухе, соблюдать здоровую диету. Спать после болезни необходимо не менее семи часов, предварительно проветрив спальню перед сном. А с полным комплексом рекомендаций можно ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения Тверской области.